Большая тайна раскрыта. Пока Фарук Баран проводил презентацию на своей работе, его арестовала вошедшая полиция. Поскольку Фекрет ранее совершал набег на особняк Адама, Адам показал, что, если со мной что-нибудь случится, ответственность за это несут бараны. Когда Фарук, которого он на глазах у всех спровоцировал, избивает его, его заявление принимают за групповое преступление. Гарип приходит немедленно, но у Фарука неутолимый гнев. Он очень сильно ругает Цурею, которая пришла сюда, чтобы поддержать себя. Девушка очень расстраивается и уходит. Когда Дилара, находящийся рядом с Османом, узнает о случившемся, она немедленно идет к Адаму и просит его забрать ее жалобу. Осман, ожидающий девушку у дверей старинного особняка Баран, помнит воспоминания. Пообещав поговорить и выслушать Дилару, она не дает Адаму отозвать свою жалобу и тем самым не дать делу дойти до прокуратуры. Таким образом, Фарук освобожден. Сюрея ведет себя сдержанно и отстраненно по отношению к своему мужу. Фарук идет на работу и убеждает своего нового начальника, что если он продолжит работать, то на собрании соберет партнерский бизнес. Акиф находит работу, ищущему работу Фикрету у себя на рабочем месте, но тот не соглашается быть обычным маркетологом. В этот момент Халим звонит Акифу, поскольку Акиф его видит. Как обычно, Фикрет злится на всех и на себя, поэтому не отвечает на звонки матери. Он узнает о ситуации только тогда, когда приходит домой и снова сожалеет о содеянном и злится на всех. Дилара разговаривает с Адамом возле полицейского участка. Она говорит, что сделала аборт, чтобы избавиться от Адама. Адам становится очень грустным и обиженным на жизнь. Он идет к своему психологу, которого давно не видел, и объясняет, что произошло. Женщина говорит, если ты не изменишься, мир тоже не изменится. Сурея, несчастная из-за того, что ее никому недостаточно, что ее не могут любить и что она не может быть самой собой, беспокоится, что не сможет воспитать свою дочь так, как она хочет, запирается в своей комнате и разговаривает с ее мертвой мать. Ипик также жалуется, что о ней никто не заботится. Ведь только настоящий баран Лорни обанкротился. Невеста затонула в баранах и в жизнь также перевернулась с ног на голову. Дилара мечется между правдой, которую она сказала Адаму, и тем, чтобы не причинить вреда своему ребенку. Она почти уверена, что если не сделает аборт, то не сможет избавиться от Адама. Осман беспокоится за девушку, открывает ноутбук, на который она смотрит и видит клинику, где делают аборты. В конце серии он догоняет и отговаривает девушку. Помощник Ульфета Гюнеш дает интервью в прямом эфире в социальных сетях. Он отвлекается на вопросы аудитории, выливающие свое прошлое. Он встречает Адама в заведении, куда ходит выпить, и по обстоятельствам они едят задним столом. Ульфет делает новый шаг и встречает того, кого знает из прошлого. Он разговаривает с Кеметом, который завидовал Эсмы, остался в ее тени и потерял много денег из-за фикрета. Он говорит, что с помощью Кемета он пригласил женщин из ассоциации на свой запуск, взял Баранов к себе домой и помог имени, когда женщины из ассоциации и Кемет приходят в их дом без приглашения. Эсма потрясена, но не падает в обморок. Он ставит всех на место, но не выдерживает и идет к двери Ульфет. Ульфет – бомба этого эпизода, он рассказал Эсме. Как Фарук родился с семимесячным волчком, он говорит, что понимает, что он ребенок Гарипа, а не брата. Собирающийся войти в дом Фикрет слышит их разговоры, как и мы, потрясен. Адам, Баран продолжает оказывать давление на свою семью. Бараны начинают свою новую жизнь в Стамбуле, живя в квартире Ульфета в Нишанташи. Фарук начинает работать со своим старым другом Аканом, но теперь он обычный сотрудник в офисе. Фаруку приходится нелегко в этой сфере, где Акан работает со всеми, кого считает достойными. Хотя шум и бессмысленные разговоры заставляют его нервничать еще больше, решение Акана полностью сосредоточиться на презентации перед клиентами добавляет пикантности ситуации. Фарук все терпит, но эта ситуация заставляет его нервничать. Адам разговаривает с Суреей и просит ее убедить Дилару поговорить с ним. Когда Сурея не соглашается на это, он не позволяет ей выйти из кафе. Когда Дилара узнает о ситуации, она немедленно отправляет туда. Тетя с Анем немедленно сообщает об этом Фаруку. Он тоже сразу идет в кафе. Пока Адам и Дилара противостоят друг другу, Фарук сердито говорит Адаму держаться подальше от своей жены. Адам немедленно отправляется к тете Ульфет. Ульфет говорит ему, что он должен сообщить в полицию о нападении Фарука, как и о нападении Фекрета. Адаму нравится эта идея, одежда и волшебство торговцев в новом районе, которые они переехали, очаровали и пика. Он хочет ощутить блеск былых дней. Она увлекается и делает покупки в бутике тете Ульфет. Когда он не может найти свою кредитную карту, он не может оставаться у кассы и заставляет тете Ульфет выставить счет. Конечно, Ульфет этим пользуется и портит хороший семейный ужин. Со словами, которые она сказала и подразумевала, Эсма одновременно испытывает гнев и отчаяние и запирается в своей комнате. Фекрет говорит, что он в Стамбуле и хочет поговорить с человеком, с которым Адам и его брат ведут дела в Бурсе, но тот с ним не разговаривает. Дело немедленно доходит до ушей Исмы через старого водителя, который видит там Фекрета. Хотя госпожа Эсма в гневе обвиняет своего сына в предубеждении, она также набрасывается на Эпика. Эпик и Фекрет поссорились из-за инцидента в магазине. Фарук помещает делару в дом Османа, он также беспокоится о своей жене. Хотя Сурея пытается объяснить, что у Адама нет плохих намерений по отношению к нему, мысли Фарука по-прежнему заняты его женой. Пока Сурея гуляет с ребенком в парке, ее подруга говорит в записи голоса, что им нужен кто-то, кто будет играть на скрипке. Сурея звонит тете, чтобы она оставила ребенка, но тетя с Анем не может ответить, потому что она занята. Сурея меняет много машин со своим ребенком и отправляется в студию записывать. Фарук, который ищет Сурею, но не может с ней связаться, немедленно звонит тете с Анем, деларе и так далее. Он думает, что Адам снова задержал жену и дочь. Он звонит Адаму, но когда мужчина отвечает, может быть он здесь, а может и не быть, он садится в машину и едет на автовокзал Бурсы. Когда Адам говорит что-то, что его злит, он сходит с ума, нападает и избивает Адама на глазах у всех. Сурея звонит Фаруку, когда они делают перерыв, чтобы поговорить по ее телефону, который там, где она находится, не принимается. Поскольку он не знает, через что проходит этот человек, он говорит ему, что тот должен говорить свободно и закончить запись. Фарук сердито приходит в студию, забирает жену и ребенка и привозит их домой, хотя у него назначена встреча. Фарук входит на встречу и очаровывает всех. Ни в ком не останется никаких вопросительных знаков. Пока не пришла полиция и не обвинила Фарука-барана в покушении на убийство. Все стоят в растерянности. Адам, должно быть, пожаловался на Фарука за то, что тот его избил и угрожал. Тем временем Гарип спустя много лет заходит в бутик Юльфета. Женщина наполняется надеждой и волнением, но когда узнает, что разговор идет об Эсме и что они все еще встречаются, злится еще больше. Гарип неявно советует ему больше не жить прошлым и не проявлять враждебности. После ухода Гарипа мы узнаем, что Ульфет была человеком, который в прошлом разорвал отношения между двумя любовниками, сказав, что Эсма дала обещание своему брату и что они скоро поженятся. Ульфет Каваклы – новый нарушитель спокойствия в семье Баран. Семья Баран обанкротилась в финале сезона, потеряла дома и работу, но они были вместе. В первой серии